МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее ни в чем не повинный ребенок, стали жертвами нарушителя ПДД. Водитель маршрутки водворен в СИЗО, отец семейства убит горем. Угощение словно яд. Уже 17 человек с отравлением оказались в больнице в Карасу. Так родня отметила появление на свет нового члена семьи. Учить чиновников намерены за счет налогоплательщиков. Сотрудникам Минэконома будут преподавать каргасский язык. Только на министра Новикова потратят 36 тысяч за курс. Теперь об этих и других новостях более подробно. В Кыргызстане начинают борьбу с коррупцией в правоохранительных органах. Накануне глава государства подписал решение Совета безопасности. Меры, которые предполагаются, действительно жесткие. По мнению экспертов, по-другому просто нельзя. После недавнего выступления Соранба и Джинбекова в обществе теперь ждут решительных действий, направленных против коррумпированных представителей силовых структур и судов. Аналитики говорят, теперь главное, чтобы реализация планов не затянулась. Для ликвидации коррупции сегодня есть политическая воля всех ветвей власти. Подробности в нашем следующем материале. Запрет на дальнейшую работу в правоохранительных органах и уголовное преследование всех, кто утратил доверие в связи с подозрениями в коррупции. Теперь поблажек для оборотней в погонах не будет. По крайней мере, так обещает Совет безопасности. Меры, которые предполагаются в рамках реализации планов по ликвидации коррупции, будут очень непопулярны. Но по-другому ситуацию в стране сегодня не переломить. На фоне правового беспредела, который сейчас у нас существует, эти меры воспринимаются обществом на ура. Коррупция настолько глубоко пустила корни, что она может и противодействовать следствию. У нас есть такое понятие в криминалистике – расследование в условиях противодействия следствию. Ну и другие меры, допустим, лишение всех благ, которые предоставляет военная, государственная служба лицам, дискредитировавшим себя, лица, которые осуждены за коррупционные правонарушения и преступления. И я думаю, чем скорее президент возьмется за очищение и привлечение с возмещением награбленного, тем больше у него будет уровень доверия. На сегодняшний день правоохранительные органы и защитников превратились в инструмент отъема частной собственности, говорят эксперты. В этой связи важным шагом в этом направлении аналитики называют ревизию принятых ранее судебных решений и проверку уголовных дел. В частности, рекомендован пересмотр сделок, совершенных под давлением и воздействием одной из сторон. Эти меры, по мнению членов Совбеза, помогут в противодействии рейдерскому захвату имущества и другим мошенническим действиям. Как показывает практика, очень много разных правовых споров, в том числе уголовно-правовых споров, которые связаны с вопросами передела собственности имущественных. И очень часто эти споры тесно переплетены с различными родными преступлениями, махинациями и так далее. И, к сожалению, в этом процессе правоохранительные органы зачастую занимают позицию, ну, скажем так, неэффективной защиты прав собственности. Некоторые не просто потакают, скажем так, к криминальному рейдерству. Рейдерство – это захват чужой собственности. К криминальному рейдерству даже участвует в этом. Очень много рельефных таких примеров. Важным звеном в противодействии коррупции в органах станет тотальный контроль за всеми сотрудниками правоохранительных и судебных органов в служебное время. Предполагается установить в кабинетах видеокамеры и обеспечить доступ к этим материалам службам внутренней безопасности. Такие меры помогут предотвратить факты давления на подследственных лиц, а также ограничат тех, кто привык использовать должность для обогащения. Кыргызстан – маленькая страна. Все друг друга знают, начиная от президента и заканчивая простым гражданином. Мы все видим, как сотрудники правоохранительных органов, ни дня не занимаясь бизнесом, богатеют, строят особняки. Их всех нужно проверить. Те, кто занимается коррупцией, должны ответить по закону. Думаю, парламент поддержит правительство в реализации жестких мер. Меры действительно кардинальные. Решением Совбеза поручено проверить доходы и расходы всех правоохранителей. Если стоимость покупки превысит 20 тысяч сомов, ее будут вносить в личное дело. Покупки акций и других ценных бумаг силовикам запретят вообще. Счета можно будет открывать только в тех банках, на которые укажет государство. Совершать покупки наличными дороже 100 тысяч сомов также предлагается запретить. Те же, кто надеются записать имущество на других, тоже будет непросто. Решением Совбеза использование сотрудникам правоохранительной системы чужого имущества будет являться основанием для проверки. Президент сказал очень важные вещи. Эти меры, я считаю, будут поддержаны не только парламентом, но и населением. Народ давно ждал этих слов. После того, как глава государства об этом заявил, уже никто не сможет закрыть глаза на факты коррупции в органах. У нас есть много законов, которые направлены на борьбу с коррупцией. И этих документов вполне достаточно, чтобы искоренить эту проблему. Нужна просто политическая воля. И президент ее продемонстрировал. Теперь все зависит от исполнителя власти. Правительству и силовым структурам поставлены сроки и задачи по выполнению решений Совбеза. Борьбу с коррупцией президент обещал взять под личный контроль. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Сегодня же глава государства посетил контрольно-пропускной пункт Чалдыбар-Автодорожный. Этот пункт, напомним, находится в Чуйской области и стоит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. По словам Сорунбая Джейнбекова, очень важно, что и этот, и еще ряд других пунктов пропуска были реконструированы. Ведь это ворота в страну, через которые приезжают предприниматели и туристы. Кроме того, оборудовать пункты, соответствующие инфраструктурой, страна должна была еще в рамках обязательств, будучи членом ЕС. Глава государства подчеркнул, что товары, как прибывающие в нашу страну, так и следующие транзитом должны быстро и беспрепятственно проходить через госграницу. Между тем, президента проинформировали о самой работе контрольно-пропускного пункта Чалдыбар-Автодорожный. Так, по словам сотрудников, после реконструкции пропускная способность увеличилась с тысячи человек в сутки до пяти-шести тысяч. На проверку одного человека уходит в среднем 40 секунд. На проверку грузовых авто до 10 минут. Их, к слову, через КПП за сутки переезжает до 350, 70 в среднем это грузовые машины. КПП Неправильные решения руководства, неслаженность работы штата и неподготовленность объекта к морозам до минус 30. Таковы предварительные причины аварии на ТЭЦ, в результате которой в самые холодные дни этой зимы целая столица замерзла в собственных домах. Из заключения межведомственной комиссии, которая изучала обстоятельства аварии, следует, что несмотря на предостережение о предстоящих аномальных холодах, необходимая проверка всех цехов и оборудования на ТЭЦ проведена не была. А между тем, уже с 24 января увеличился расход химобессоленной воды в полтора раза. И в последующие дни она уже шла на промывку и прогрев котлов, регенерацию фильтров, подготовку к подключению третьего блока. Однако датчики ее уровня в баках снижения не показывали, так как были заморожены. А манометры работающих насосов оказались завоздушены. Усугубило ситуацию замораживание наружных импульсных трубок, контрольно-измерительных приборов и автоматики на каждом отключенном котлогрегате. Запустить третий блок, напомним, удалось только 30 января. А нормальный режим работы ТЭЦ был восстановлен лишь 2 февраля. Орудуют поджигатели. На Иссыкуле снова сгорел коттедж на сей раз на территории санатория в селе Булансоготу. Подрушили возгорание пожарные с привлечением одного расчета. Пока основной версией рассматривают замыкание электропроводки. Напомним, несколькими днями ранее в этом же селе сгорел такой же частный объект, только на территории другого пансионата. Кроме того, что полностью сгорело строение, в результате этого пожара погиб 40-летний сторож, находившийся внутри помещения. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 120 квадратных метров. С начала этого года владельцы недвижимости на озере не могут спать спокойно. Первым звоночком для предпринимателей стал пожар в селе Бастыри. Там сгорело кафе «Осьминог». Тогда владельцы открыто заявили, что им угрожали члены организованной преступной группировки за то, что они отказались платить им так называемую дань. Вскоре после этого кафе сгорело. Расследованием преступления занимается милиция. Были задержаны и подозреваемые, однако это стало поводом и для депутатов, и даже для президента обратить внимание на активизацию ОПГ именно в Иссыкульской области. Сигнал о том, что горит один из коттеджей пансионата «Аврора» в селе Булан-Сугуту из Иссыкульского района, поступил вчера в 8.45 утра. Два пожарных расчета, выехавшие на место, полностью потушили возгорание спустя час. Тремя днями ранее, вечером 10 февраля, полностью сгорел один из коттеджей пансионата «Фламинго». В результате пожара погиб сторож, 40-летний житель села Григорьевка, а общая площадь сгоревшей территории составила 120 квадратных метров. В этот же день уже в селе Кошколь полностью сгорел коттедж пансионата «Крыгызавтамаш». 18 помещений общей площади более 200 квадратных метров. Однако, как сообщает в МЧС, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, как причины возгорания на сегодняшний день, установлено только по пансионату «Аврора». В двух других случаях причины пожара эксперты еще выясняют. Результаты исследований станут известны не ранее 20-х чисел этого месяца. Не исключено, что кто-то из недоброжелателей, образно говоря, мог и поднести спичку к строению. И это уже не первый случай, когда в Иссык-Кульской области горят недвижимые объекты, приносящие прибыль. 8 января в Иссык-Кульской области, село Бостерей, горел кафе «Осьминок», как вы знаете. Этот пожар на сегодняшний день идет следствие со стороны сотрудников МВД. Причина пожара установлена, что был поджог. Сумма ущерба сейчас уточняется еще. О том, что это не случайность, хозяин заведения даже не сомневался. После пожара он обратился в милицию. По словам предпринимателя, до этого к нему несколько раз наведывались местные бандиты и требовали платить дань за работу на их территории. Грозились поджечь ресторан. Сейчас, конечно, выдвигается другая версия, что это был просто поджог. Но мне кажется, что все-таки связь есть с этими ОПГшниками. Почему? Потому что давление было на человека. Их след там есть. Надо исследовать, было ли давление на хозяев этих пансионатов, коттеджей. Если было, то однозначно взаимосвязь может быть. По словам депутатов, рост криминального влияния, а также отсутствия каких-то видимых результатов, противостояние, организованным преступным группировкам, может говорить и о сращивании криминала с представителями самих правоохранительных органов страны. Об этом же на прошлой неделе на заседании Совбеза говорил и президент Соромбай Джеймбеков. Основная причина безуспешной борьбы с организованной преступностью – это коррупция. По мнению экспертов, объемы капитализации криминальной сферы товаров достигли очень больших сумм. Существование потока денег в больших объемах в криминальной среде невозможно без участия высокопоставленных лиц в правоохранительных и судебных органах. Организованные преступные группировки беспрерывно ведут транзит наркотиков и контрабанды. Они пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, особенно бизнес, связанный с акцизными товарами. Если бы не коррупция в силовых структурах, криминал не смог бы проворачивать такие дела. По словам экспертов, если своевременно не пресечь подобные попытки давления кримавторитетов на предпринимателей и не обеспечить безопасность ведения бизнеса, это пагубно скажется на предстоящем туристическом сезоне, да и в целом на всей отрасли. За минувший месяц в Исокульской области было зарегистрировано 33 пожара. Вместе с охранником пассионата Фламинго погибло уже два человека. Бот Исаев Бакутко Шалеев, НТС. Торговал наркотиками, а в свободное торговлю время работал милиционером. Старшего лейтенанта, командира взвода отдела главного управления госпециализированной службы охраны по Ленинскому району задержали за сбыт гашиша. Партия, как сообщается, довольно крупная, 442 грамма. Вещество было спрессовано в виде квадратов в количестве 30 штук. Упакованные были в виде брикета, обмотанного бумажным скотчем. Товар мужчина хранил во внутреннем левом кармане. Изъятое вещество имело специфический запах конопли. В службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков также сообщили, что у задержанного были подельники. Они также арестованы. Однако эта партия мелочь по сравнению с той, которая изъята в Караколе. 10 килограммов гашиша обнаружили у 40-летнего уроженца из Сокольской области. Милиционерам стало известно, что мужчина сбывает наркотики в столице. Они вышли на его след и задержали в городе Каракол, где у него и находился тайник. Примечательно, что наркоторговец вез все 10 килограммов с собой в маршрутке. В отношении задержанного, к слову, ранее дважды судимого за кражу, возбудили уголовное дело и водворили в СИЗО. Не осталась в живых ее мамой, сломана и детская жизнь. Полуторагодовалая девочка еще не понимает, что случилось и что ее ждет. Ведь по вине одного человека она осталась сиротой и калекой. Случаи, произошедшие на пересечении улиц Витебской и Лебесова, который день на слуху у всего города. Причем случай этот вовсе не случайный. Есть причина, есть виновные. В данное время водитель маршрутки, который и наехал на женщину с ребенком на руках, водворен в СИЗО. Мама малышки скончалась по дороге в больницу. Девочке было решено ампутировать ногу. Буз буквально придавил их к дереву на обочине. Состояние супруга погибшего трудно описать словами. Мужчина в таком шоке и горе, что не может назвать и фамилии. Врачи утверждают, что делают все возможное, чтобы помочь ребенку. В ДТП, произошедшем в минувшую субботу, пострадала полутора годовалая дочь Джергала Чутонова. Врачам пришлось ампутировать девочке ногу. Жена скончалась по дороге в больницу. Женщина собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу. Малышка была у нее на руках. Моя жена обычно звонила мне, если куда-то выходила. В тот день она вышла купить себе самсы. Чуть позже мне позвонили с ее телефона и сообщили о произошедшем. Вначале все кинули спасать мою жену, а потом уже к дочке. Это наш единственный ребенок, долгожданный. Теперь осталась без матери и инвалидом. Сейчас уже маленькую девушку перевели из реанимации в палату. Медикам удалось ее спасти. Жизни уже ничего не угрожает. За ребенком, как говорят врачи, присматривает бабушка. Пока девочка еще не понимает, что произошло. Возможно, в будущем ей установят протезы. Если бы не ампутация, малышка могла бы умереть. После консилиума сразу в тот же день, в течение часа, мы взяли на операцию. На операцию сосудов-хирургу пытались они вышивать сосуды все, восстановить. Но на следующий день все равно ребенка не восстановился, пульсация не появилась. Поэтому в следующий день, что в дальнейший сепсис не пошло ребенку, пришлось нам вот это конечно ампутировать. Потому что когда к нам ребенок поступил, он только вот это правое конечно, он просто на коже висел. Полностью оторванный был почти. Поэтому все равно мы как-то пытались, но все равно это не получилось. Пришлось ампутировать. Потому что если ампутацию не сделано, мы дальше сепсис послали. Конгрена и это ребенку потеряли бы тогда. Авария, напомним, произошла в Бишкеке на пересечении улицы Лебесовой и Витебска, недалеко от рынка Дурдой. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Видно, что женщина с ребенком на руках подходила к пешеходному переходу. Машина остановилась, чтобы пропустить ее. А ехавший позади микроавтобус притормозить не успел. Местные жители до сих пор с ужасом вспоминают тот день. Говорят, что это не первое ДТП здесь со смертельным исходом. Наезды тут происходят очень часто. Уже несколько лет требуют установить на перекрестке светофор. После аварии вновь начали собирать подписи. На протяжении этого года, прошлого года, 2017-го, шесть смертельных исходов здесь было. И вот самое последнее здесь, мама погибла, и девочки ногу ампутировали. Это буквально было несколько дней назад. Вообще дорогу очень тяжело перейти. Здесь очень много школьников, очень много людей. Вы даже сейчас можете сами обратить внимание, что вообще практически никто не пропускает. Мы уже с 2009 года пытаемся, чтобы нам здесь установили светофор. И подписи собирали. Но пока ничего нам не установили, как видите. Даже просто мигающего светофора у нас здесь нет. Вот посмотрите, как летят. Вот, пожалуйста, пешеход переходит. Ну, это хорошо, что вот так мы все перебегаем. Нам приходится каждый день здесь несколько раз дорогу переходить. Это очень опасно. Каждый день на Дурдой направляется большой поток машин. Едут на большой скорости. И не всегда пропускают пешеходов, жалуются жители. Даже общественный транспорт. Неподалеку интернат для слабослышащих детей и школа. Горожане боятся переходить этот участок дороги. Зебра может и есть, но ведет она ворык. Мне надо сейчас переходить через дорогу. В дочке школу надо ее забрать с ребенком, с коляской. И как мне надо отсюда проходить. Вот, смотрите, вот. Никакого плана. Деревья. Ресовские столбы. Мне надо отсюда вот, надо переходить. А водитель, совершивший недавнее ДТП, сейчас в СИЗО. По медицинскому освидетельствованию он был трезв. Автомобиль на штрафстоянке. Чтобы помочь маленькой девочке, соседи Джергала Чотонова решили собрать финансовую помощь. В магазине у дороги специально установили вот такую вот коробочку. Прямо сейчас мы показываем на экране номер счета, куда можно перечислить денежные средства. Электронный кошелек Ильсом 0771-8176-15. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС. Столица двое мужчин упали в шахту лифта. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи. Медики рассказали, что один из них скончался еще до приезда скорой. Второго госпитализировали. Несчастный случай произошел накануне около полудня на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза-Этматова. По данным правоохранительных органов, пострадавшие мужчины являются рабочими на строящемся объекте. При монтаже лифтового оборудования они сорвались в шахту из-за того, что подмостки, на которых они стояли, были неправильно закреплены и оборвались. Кушать вкусно не то же самое, что правильно. В красу количество отравившихся уже достигло 17 человек. Поступившие в Оржскую областную больницу жаловались на рвоту и головокружение. После осмотра и выяснения того, что было в меню у отравившихся пациентов, врачам был поставлен диагноз ботулизм. Если одни жалеют, что угощались абрикосовым компотом, то другие грешат на манты, которые, к слову, были куплены в одном из придорожных кафе по пути на семейное торжество. Так уж принято без угощения в гости не наведываться. В итоге застолье закончилось отравлением. Четверо детей и семеро взрослых вынуждены были обратиться к медикам. Отмечается, что двое малышей находятся в тяжелом состоянии. В селе Джангл Кызысу произошло массовое отравление людей. Случилось это на семейном празднике в честь рождения нового члена семьи. Пока врачи не могут выяснить, какой именно продукт стал причиной интоксикации гостей и хозяев дома. На праздничном столе были разные угощения, но сомнения вызывают абрикосовый щербет, зимние салаты и манты, купленные на рынке. Сестра купила манты на базаре. Мы почти все их пробовали. Также мы пили компот, ели салаты, томатную приправу, которую обычно готовим на зиму. Сами не знаем, чем именно отравились. Вернулись домой, и жена сказала, что сильно болит живот. Потом двое сыновей начали жаловаться на тошноту. Отвел троих в больницу, вернулся домой. Остальные двое детей также начали жаловаться на боли в животе и рвоту. Кстати, сам праздник по случаю рождения малыша прошел 11 февраля. А на следующий день, 12 числа, пострадавшие начали обращаться в районную больницу Карасу. По данным Минздрава, число отравившихся достигло 17. Двоим старикам оказали помощь в домашних условиях. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое. Остальным после оказанного лечения полегчало. Состояние детей крайне тяжелое. К нам их перевели 12 февраля ночью с районной инфекционной больницы. Одному 3,5 года, другому 2,8 месяцев. У одного из малышей затрудненное дыхание. Мы делаем все возможное. Медикаментов достаточно. Пригласили из Ожской городской и областной больницы специалистов-инфекционистов. Всем пациентам поставили одинаковый диагноз – батулизм. Врачи проверяют и других членов семьи. Наибольшие подозрения у врачей вызывают компот или же салаты. Пробы всех продуктов отправлены в лабораторию. Наши специалисты сразу выехали на место и провели все необходимые мероприятия. Оказывается, на столе были разные зимние салаты и напитки домашнего приготовления. Помимо уже употребленных, в доме большой запас консервации. На все банки поставлены метки, что означает, продукты употреблять в пищу запрещено. Взяты пробники и отправлены на анализ в лабораторию. Когда будут анализы готовы, мы будем точно знать, какой именно продукт стал причиной отравления людей. Батулизм может повлечь в самые разные последствия для здоровья, говорят медики. Бывают и летальные исходы. С начала года в Ожской области уже произошло три массовых отравления. Кыргызский язык за счет государства и инициатива Министерства экономики найти репетитора и обучить кыргызскому языку своих сотрудников, а также главу ведомства Артема Новикова, стало поводом для разговоров. И дело не в том, что чиновники решили выучить государственный язык на бюджетные деньги. Общество удивили цены, указанные в тендерной заявке ведомства. Так, за обучение одного своего сотрудника Минэконом готов позаплатить 960 сомов, а их отметим 100 человек. Тогда как уроки министра экономики Артема Новикова ведомство оценило в 36 тысяч сомов. Получается, за один день репетитору будут платить 600 сомов. Откуда такая разница? Почему уроки кыргызского языка для министра оказались такими дорогими? Или дело все-таки в методике преподавания? Уважаемые участники, заседательные уроки, коррекционные... С 1 марта 2018 года госслужащих начнут проверять на знания кыргызского языка. Повсеместно начнутся тесты. Постановление подписано премьер-министром Сапаром Исаковым. Кабмин, в свою очередь, обещает создать все условия для изучения госязыка и не использовать его незнание как предлог для увольнения. Делается это все, как отмечают в правительстве, целью только сохранения кыргызского языка. В начале там говорится, что нужно убрать все. Рассмотрены 4 степени знания государственного языка. Начальный самый простой, начиная от приветствия до коротких выражений. Далее с 2019 года идет базовый, на уровне А2. Затем следует средний. С 2020 года и с 2021 года уровень Б2, выше среднего. Каждый из них имеет свои особенности и отличается количеством словесных единиц. Особо старательные ученики освоят, к примеру, за первые три ступени, как минимум до 6 тысяч слов. Уже заканчивая самый высший уровень, госслужащие научатся читать текст, понимать прочитанное, выражать свои мысли устно и письменно, вести официальную документацию на кыргызском языке в рамках своих должностных обязанностей. Какой базе соответствует знание того или иного чиновника, можно будет узнать, пройдя тест. Первопроходцем стал министр экономики Артем Новиков. Из 100 возможных он набрал 76 баллов. Улучшение своих познаний в кыргызском глава Минэкономики решил продолжить. На сайте госзакупок 12 февраля появилась тендерная заявка на покупку услуг репетиторам. Наши сотрудники владеют государственным языком. Речь идет о повышении уровня знаний. То есть тот минимальный базовый стандарт, который установлен комиссией по государственному языку. Я надеюсь, что все наши сотрудники его полностью выдержат. Что касательно меня, я сейчас говорю, что в прошлом году я уже проходил тест на знание языка на минимальный, самый минимальный уровень. Это время я тоже самостоятельно занимался. Но сейчас для более интенсивного, углубленного обучения и повышения моих, в том числе навыков владения государственным языком. Поэтому вот такое предложение внесли. Вместе с главой ведомства к тесту на знание кыргызского языка подготовят также 100 сотрудников. На их обучение Минэконом готов заплатить 288 тысяч сомов. Обучение каждого обойдется в 960 сомов за один месяц. Самым дорогим учеником оказался глава ведомства. Из бюджета на его учебу на три месяца выделено 36 тысяч сомов. Это по 3 тысячи в среднем на каждую неделю. Если учесть тот факт, что занятия будут проходить 5 раз в неделю, за один день репетитору будут платить 600 сомов. Или метод преподавания действительно будет особым, то ли стоимость ненормированного графика занятий министра такой дорогой. Между тем представители национальной комиссии по госязыку надеются, что молодого министра госязыку будут обучать их специалисты. Подготовить к тесту госслужащих они смогут. Миссия не новая, опыт есть. Проблема только в одном. Не все термины переведены. К сожалению, наука и техника на кыргызском не говорят. Необходимость проведения таких курсов актуальна, как никогда. В последние годы число желающих выучить кыргызский язык или повысить квалификацию, исчисляется тысячами. Очень много госслужащих. Все необходимое для изучения кыргызского языка у нас есть. Это и книги, и диски. Многое забыл, но понимаю, заверил нас Олег Панкратов. Еще недавно, занимая должность вице-премьер-министра, Олег Михайлович с азартом изучал кыргызский язык. Не только потому, что был госслужащим. Выезжая в регионы, он сталкивался с языковым барьером. Не понимал, о чем говорят. Шестимесячные курсы, за счет, кстати, бюджетных средств, немного помогли. Была бы возможность, учил бы в детстве, делится воспоминаниями чиновник. Раз мы не инвестировали своевременно в детское образование, то сегодня мы получили армию людей, достаточно большое количество людей, которые имеют, допустим, может быть, плохую квалификацию после яска, специалистов, но не могут, как бы, писать, говорить на языке, который должен быть. Поэтому, еще раз, что, таким образом, надо исправить. Сама собою не исправится. Это требует затрат из бюджета. Требует затрат из бюджета, и государство должно это понимать. И при том, я еще раз подчеркну, вот, как бы, наука обучения взрослых говорит, что нельзя заставить научиться. У человека должен быть, как бы, должна быть потребность к этому. А потребность возникает когда? Когда есть контент по телевидению, когда есть контент в интернете, когда есть художественная научная литература, когда на работе требуется, как бы, исполнение функции, написание документов. Вот тогда взрослый человек использует язык как инструмент связи с внешним миром, он понимает, что он ему необходим, и он начинает изучать. Тендерную заявку Министерства экономики сегодня уже закрыли. Кто стал победителем, выяснится позднее. Пока Минэконом в числе первых, кто решил основательно подготовиться к тесту на знание кыргызского языка. Их инициатива, между тем, вызвала резонанс. Одни считают, что учить кыргызские чиновники должны за свой счет, другие не видят разницы, на каком языке считать деньги. Главное бы экономику поднять. Не сорить, не курить и не плевать в общественных местах, таких как парки, аллеи, площади, сферы и дворы многоквартирных домов. Иначе заброшенные обертки, окурки и банки придется заплатить. Вести солидный штраф предлагается за бескультурное поведение кыргызстанцев. Ответственность за подобные действия хотят добавить в административный кодекс. Штраф в 2000 сомов за упавший мимо урны «Фантик», например. Причем распространяться он будет не только на тех, кто ходит пешком, но и ездит на автомобиле. Это касается любителей избавляться от мусора через окно автомобиля. Инициаторы законопроекта отмечают, что уговорами в рамках профилактической работы особенного эффекта достигнуть не получается. В этой связи единственное, что остается делать для повышения культуры населения, это бить по карману. На этом все. Наш выпуск дополнит прогноз погоды на завтра. Оставайтесь на канале НТС. До свидания.